Как? Мы же не сможем создать импульс такой мощности. Спорим, что сможем? Для начала мы заедем на станцию, заберёмся в коллектор и возьмём управление в свои руки. Как только Ави будет в радиусе действия, пустим электромагнитный разряд. У них там вся техника поджарится. То есть двигатель, система навигации... И система коммуникации. Всё нахрен вырубится. У них не будет шансов. Как у тебя всё просто. Может, они и не полетят над этой станцией. И что тогда? Слушай, может, и не полетят. Но нам это никак не помешает, вот увидишь. Придётся помотаться, но ты не пожалеешь, обещаю. У меня тут всё схвачено. Только не забудь, Хельман нужен неживым. Постарайся не разнести это Ави к чертям собачьим. Да знаю, я надеюсь, он пристегнётся. У меня есть одна идея, но даже если она сработает, мягкой посадки не получится. Ну ладно, тогда поехали. Супер. Садись, а то холодно. А станция чья? Государство или корпоратов? А не пофиг? Думаешь, кто дёргает за ниточки в правительстве? Просто интересно, кому мы хотим насрать в суп. Ты посмотри вокруг, Ви. Разве не очевидно? Тут всё принадлежит корпорациям. Любишь гадить корпоратам, да? Чего это ты взял? Хотя нет. Погоди. Бестия, Нэш, стилеты. Ты с огнём играешь. А ты просто любишь нарываться. Ну, значит, хорошо, что я на твоей стороне. Уж это точно. Предлагаю сменить тему. Какой самый странный груз ты перевозила? Вспоминай. А мы что, играем в допрос? Да ладно, скажи. Зам директора по финансам Кавказа. Ну и что в этом странного? Он ехал в багажнике. В чёрном мешке. Труп? Долгая история. Может, когда-нибудь расскажу. Сейчас приедем к дамбе, и там остановимся ненадолго. Откалибруем тебя с турелью. Надо, чтоб ты тоже мог ей пользоваться. Так у нас будет больше шансов. Подключайся. Как подключаться? Через личный порт? А как ещё? Только следи за Джеком. Иногда его надо чуть-чуть покачать. Подключился. Стой. Сначала диагностику. Чёрт. Всё время выдают ошибку. Странно. Сейчас обойду. Знакомься по нам, это Джонни. Ни с того, блядь, ни с сего. Поздравляю, Ви. Слушай, у тебя, кажется, имплант с вирусом, который сзади на шее. У меня в голове биопроцессор, который работает независимо от мозга. Наверное, он и не проходит твою диагностику. Ммм, наверное. Никакие данные из него не утекут. Твоей тачке ничего не грозит. Ок. Я верю, что ты ничего не сломаешь. Ну что? Была не была? Видишь кучу мусора? Дай по ней короткую очередь. Я займусь калибровкой. Отлично. Следующая цель. Один выстрел. Ага, и еще разок. Длинной очередью. Супер! Закругляемся. Вроде не так плохо, скажи. Калибровка это круто, но не мешало бы еще софт обновить. Сканер, контроллеры, все это устарело минимум на два поколения. Я тебе могу нарыть что-нибудь получше на блошином рынке в Хабуке. Если хочешь, конечно. Угу, я подумаю. Главное, что сейчас все работает. Где эта электростанция? Погодь, сейчас увидишь. Покажу тебе одно место, оттуда хороший вид. Надо только посмотреть, что вокруг чисто. Саботаж на электростанции корпорации. Нападение на транспорт корпорации. Похищение работника корпорации. Ищешь, куда приткнуть слово «корпо» или на что ты намекаешь? Да нет. Ты начинаешь напоминать меня. 50 лет назад. Не хватает только харизмы и большого члена. А что, может, мы даже и подружимся? Как считаешь? Ну, может, и так. То, что произошло, не могло не повлиять. Ты похож на меня больше, чем тебе кажется. Сам увидишь. Это работает в обе стороны. Может, это ты становишься похож на меня? Угу. Еще раз-два. Все в порядке. Можно выдохнуть. Патрулей вроде не видно. Большая штука — это коллектор. Смотри, видишь эти антенны? Каждая из них принимает волновую энергию со спутников на орбите. Потом она превращается в электричество. Антенны идут по всей магистрали. И если мы запустим цепную реакцию в коллекторе... То каждый из этих антенн выдаст мощный импульс. И Ави влетит, как муха, в паутину. Надо только ебнуть импульсом в нужный момент. Пошли ебнем. Когда приедем на станцию, ты перегрузишь системы, а я сделаю обвод для детонатора. Может, будет лучше, если я начну с трансформаторов, поиграю с напряжением. Так остальное пойдет быстрее. Идея богатая, но только... Да знаю, знаю, преобразователи. Это не проблема. Просто выкручу все на максимум. Вижу, мы поняли друг друга. И что теперь? Теперь ждем. Нам надо приехать к станции, когда Ави будет на подлете. Понял. Отлично. Поехали. Ты раньше что-то такое делала? Сбивать Ави? Одной? Нет. А что? Просто ты придумала крутой план. С этой электростанцией, сетями, системами и импульсом. Ну так. Главное, какой у тебя подход. Я действую по правилу трех Р. Это что вообще? Разведка, разработка, реализация. Прежде чем впрячься в любую херню, всегда делай три вещи. Сперва разведай, какие будут трудности, и оцени свои ресурсы. Потом разработай план с учетом этих двух переменных. Возьми то, что есть, найди то, чего не хватает. Ну и, наконец, реализуй план. Все просто. Тебе надо придумывать принты для футболок. Три Р – это все, что нужно тебе для счастья. Ну, иногда еще пивка холодненького. А если что-то пойдет не так? Ну, тогда придется импровизировать. А ты что думал? Я тебе дам беспроигрышный рецепт успеха? Блядь, ну вот. А я уже почти поверил. С тобой не соскучишься. Ну что, скоро уже приедем. Еще раз. Заезжаем, расхерачиваем систему и валим к чертовой матери. Держись! Сейчас чуток тряхнет! Приготовься! Окей. Я готов. Троны! Я займусь! Займись быстрее, пока в нас не попали! Класс! Это все? Да, но тупить некогда. Найди панель Ви. Я подключу детонатор. Давай! Блядь! Блядь! Дайки панель Ви. Терпим. Терпим. Дышим. Черт! Банан! По-моему, мы переборщили. Жить будешь. Классно? Все мигает, как ебаная новогодняя елка. Ты хотела на максимум? Вот тебе максимум. Зашибись! Съебываем, пока нас тоже не поджарило. Ви, уебывай, пока с чипом ничего не случилось. Спасибо за совет. А я только собирался разложить тут плед и позагорать. Уже крем для загорада стал. Я серьезно. В следующий раз мы... Джонни? Джонни! Твою мать! Так, я в норме. Дельтуй отсюда нахер. Не все прошло гладко, но главное, что прошло. Что с детонатором? Он работает? Да, работает. Я думала, сигнал просядет, но нет. Надо просто отъехать, чтобы нас тоже импульсом не зацепило. Нам вон на ту скалу. Оттуда должно быть хорошо видно антенны. Там подождем. Понял. На. На. Всегда хотел нажать большую красную кнопку. А когда нажимать? Я буду следить за радаром. По моему сигналу ты пошлешь импульс. Они не поймут, что это было. И, кстати, да. М? Мы собираемся жахнуть по объекту Кантау стоимостью в миллионы евро долларов. И как ощущения? Взрывы – это прямо то, что доктор прописал. Ну, ты прям читаешь мои мысли. Вот я заметил. Тут тихо. Ни городского шума, ни голосов, ни запахов. Ничего нет. От ветра это ощущение только сильнее. Я уже и забыл, что такое тишина. Угу. Но насчет запахов я не уверена. Койотов не чуешь? Серьезно? А я думал, это освежитель воздуха в твоей машине. Ха-ха, очень смешно. Лучше следи, когда появится Ави. А то пропустим еще. Вот оно, летит с пасифики. Так, приготовься. Еще секунду. Еще. Давай! Бум. Готово. Черт, что такое? Твою ж мать. Да ебись оно все. Попали! Банам, двигатели еще работают. Они сейчас уйдут. Ничего, не уйдут. Нам надо их догнать. Минутку. Банам, ты что вытворяешь? Теперь догоним. А, теряет высоту. Ну все, им пизда. Поехали. Нормально! После такого уже не полетаешь. Они или сядут, или разобьются. Ты зашел их? Прием. Ави без маркировки теряет высоту. Подождите, Скорпион. Ничего себе, какого хера. Заканчиваю все работы у генератора. Езжай сзади меня скоро. Может батарея... Миш, Скорпион, это Панам. Не трогайте, это Ави. Повторяю, не трогайте, это Ави. Ага. Геды. Придется начать праздник без... Это Кантау. Подождите меня. А лучше мотайте оттуда. Наверное, приехали вытаскивать выживших. Они не в курсе, что это корпораты. Черт, меня не слышно. Импут забивает частоту. Три сигнала на радаре. Троны. Да, приготовься. Они хотят нас задержать. Кера Лысого! Мы должны добраться до Скорпиона с пичем. Банам. Проблема. Блять, опять заело что ли? Я посмотрю. Держись, поедем на автопилоте. Заело. Вот сука. Они у нас на хвосте. Банам. Знаю. Грёбаные защёлки не открываются. Ещё чуть-чуть. Вода! Да ничего со мной не будет. Вот так нормально. Ещё часик протяну. Часика хватит. Стоит. Стоит. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Ты как, жива? А ну, ты живее всех живых. Чувак, ты где? Алло, Скорпион! Идите дальше по открытому каналу. Вдруг до них не дошло, что вы тут. Ебануться! Что-то случилось! Ты слышал выстрелы? Весь с ними что-то случилось! Проверим. Вижу Ави. Скорпиона нет. И Митча. Разрочен. Ай, хуй с ним. Ви, подключись к дрону! Просканируем округу! Надо узнать, что творится. А нас не обнаружат? Я включу маскировку. Сканеры у них вырубились. Ничего, мы проскочим. Погнали. Подключишься к визору? Угу. Ви, если они добрались до Аль-де-Кальто, если Митч и Скорпион погибли, я... Знаю, знаю. Подключился. Беру управление. Боевые дроны. Система защиты активна. Зачистили территорию. Теперь ждут подкрепления. Черт. Ви, это плохо кончится. О, нет, нет, нет. Мне жаль. Это твой клан? Аль-де-Кальто. Да. Все попили. Все. Ви, а если... Корпораты ебучие. Спокойно. Мы пока ничего не знаем. Граната? Митч! Он жив! Их взяли в плен! Может, его убрать? Может. Сначала надо туда добраться. Пять Канов в патруле. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Давай так, ты останешься в машине, а я... Ага, конечно, размечтался. Я с тобой. Там мои парни. По нам. Ты, может, не в курсе, но тебя ранили. Жди в машине. Я попробую разъебать гранатомёт. Ну, ладно. У меня есть винтовка Мичи. Я постараюсь прикрывать тебя отсюда. Хорошая мысль. Я пошёл. Сейчас всех порвём. Ещё немного и завалим! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так я теперь для вас свой? Вольщен. Поехали. Надеюсь, они не слишком далеко. Посмотрим. Там начинаются следы шейфа. Поехали по ним. Продолжение следует. Продолжение следует. Он так хорошо тебя знал? Может, даже лучше, чем я сама. Он говорил, что когда мне встречат те и города, мы накопим предсерву, нападя же, он прятался в корпус виской и поедем, куда глаза придет. Он хотел уходить подальше всего. Клево. И я бы так хотел. Да. Только погибли. Почему? Тут только старый бетон и ржавые железки. Если они хотели отсюда предупредить своих, их ждал большой сюрприз. Осторожней. У него пушка! Вижу снайпера! Прячься! Осторожно! За фургоном сидит снайпер! Держи в строй! Смех! Вези их! Это вас! Прячется! Не попадайся им на глаза. Отдавайся! У тебя нет шансов сбежать. От нас так просто не отделаешься! Солдаты забрали Хельмана с собой. Если они перегруппируются и вызовут подкрепление, нам пизда. Тогда ускоримся. Они оставили пару человек и поехали с Хельманом дальше. Разумно. Им же надо вызвать своих. Вряд ли они рискнут поехать через пустыню без прикрытия. Надеюсь, Мич связался с Аль-де-Кальдо. А то с этими помехами... За ним приедут, не волнуйся. Знаешь что? Что? Вот это и есть моя жизнь. Выбираюсь из одной ямы с дерьмом, чтобы упасть в другую еще глубже. По нам. И ведь, блядь, других тянул за собой. Заебала. Короче, Ви, если я опять что-то просру, пни меня по жопе от души. Что ты просрала? Про стопни. Ладно, ладно, обещаю. Скорее всего, Хельмана увезли туда. Окей, я тебя прикрою. Дроны, потруби. Ви, они засели тут. Ну да, Хельмана они, наверное, где-то держат в заперти. Блин, Ви, смотри, распределители выглядят нормально. Не похоже, я смогу. Они могли вызвать сюда новое ави. Ну, скоро увидим. Чаще всего. Продолжение следует... 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 Сиди смирно. А вот и кавалерия. Мич вызвал кое-кого из Альдекальда. Всё чисто. На дороге никого не было, но лучше тут не задерживаться. И зачем он тебе? Честно, лучше тебе не знать. Ну, в другой раз. Сол. Здесь мы закончили. Всё чисто. Слышал, ты спас Митча. Он и Панам. Они оба мне помогли. Надеюсь, он этого стоил. Я пыталась связаться со Скорпионом. Может, я могу чем-то помочь? Ты уже помогла. Я пыталась его удержать. Круто. Отворачивайся. Делай ведь, что меня нет. А то у тебя всегда хорошо получалось. Спасибо за помощь. Ты помог нам, мы тебе. Мирного пути. Просто охренеть. Да не парься из-за Сола. Он потом успокоится. Да, мне всё равно. А ему далеко не всё равно по нам. Сол сказал ехать за вами, когда про всё узнал. Он волновался за тебя, понимаешь? Сол? Это он сказал? Слушай, может, вы с ним пока в контрах, но мы одна семья. Для семьи Сол сделает всё. Только я уже не уверена, что я с вами одна семья. Ты знаешь, что это так. Возвращайся. Понимаю. Извини, что тебе пришлось на это смотреть. У нас иногда бывают... Такие споры и травмы. Но ничего, переживу. И ты тоже. Ну, старайся не лезть на рожон, окей? Ну что, до новых встреч. Они на подлёте. У вас минута. Валим! Пока. Байк Скорпиона остаётся тебе. Осторожнее с ним. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Если твой босс платит больше, чем Кантао, можем поговорить. Меня никто не присылал. У меня проблема, и ты поможешь её решить. Не понял. А при чём здесь тогда биочип? У меня в голове конструкт Сильверхэнда. Это сводит меня с ума во всех смыслах. И будет ещё хуже, если его не убрать. На плакатах об этом не писали. Даже мелким шрифтом. Сильверхэнда. Его конструкт? Это невозможно. Откуда у тебя этот биочип? Я украл его. У Юринобу Арасаки по заказу одной тёлки, которая потом меня кинула. Ты решил, что лучше всего будет засунуть его себе в голову? В тот момент других идей не было. Потом я словил пулю в бошку, и конструкт меня перезагрузил. Я знал, что план Юринобу провалится. Кто бы мог подумать, что это будет именно так. Уникальный прототип Арасаки буквально оказался на улице. Сука, убери биочип из моей системы. Это не так просто. Я не понял сейчас. Это же ты его сделал. В чём проблема? Если ты говоришь правду, то в голове у тебя новая экспериментальная версия биочипа. Просто так его не вынешь. Мой рипер сказал... Ты что, показал биочип какому-то мяснику? Кто ещё о нём знает? Да я чуть не сдох. Или ты что думаешь, что я первым делом поехал сбивать Ави Кантао? Чем эта версия отличается от старой? У неё другой тип энграммы? Более... Разумный. Агрессивный? Уникален сам биочип, а не энграмма Сильверхэнда. Все предыдущие версии чипа служили исключительно для контакта с записанными энграммами. Они выпускались поштучно и стоили до хера. Всё верно. А этих ещё меньше. Они служат для установки энграммы в новое тело. Когда я уходил из Арасаки, проект был ещё на этапе тестов. Как мне повезло. Теперь я сама уникальность. Так ты мне поможешь? Ну-ну. Мне надо на него посмотреть. Эй, мы едва знакомы. Ты ещё не заслужил моё доверие. А как ты себе представлял нашу встречу? Чтобы тебе помочь, я должен тебя осмотреть. Ладно. Невероятно. Это похоже на... Жесть какая. Этот пиджак будет нам помогать. О, боже. Что? Что там? Как жаль, что я не смогу это толком изучить. Да, очень жаль. Не быть тебе подопытным кроликом. Говори, что делать. Мне очень жаль, но у меня плохие новости. Твоя нейронная сеть полностью разрушена. Она не сможет работать самостоятельно. Единственное, что я могу сделать... Е-е-е. Давай поторгуемся. Это дать тебе координаты хорошей клиники в Швеции. Там прекрасное оборудование. Тебе помогут справиться с болью на терминальных стадиях. Погоди. Ты сказал, что проект был на стадии тестов. Откуда ты знаешь, чем это кончится? Я-то знаю. Я только что видел, как конструкт грызет твой мозг. Он запрограммирован так, чтобы приспособиться к новой среде. Любой ценой. А твой недоразвитый куриный мозг не умеет с этим бороться. То есть... Энграмма рано или поздно победит. Да. А из того, что я слышал о Сильверхенде, эта победа будет именно в его стиле. Ну надо же. Похоже, я стал легендой Воросаки. Так что именно происходит у меня в голове? Это лучше ты мне скажи. Каково это, жить с двумя личностями? Это не то же самое, что слышать голоса в голове. Ты одновременно и ты, и Сильверхенд. Я вижу его и могу с ним разговаривать. Это, конечно, не вполне разговор. Но я понимаю, о чем ты. Скажи, ты уже заметил, что конструкт влияет на твои решения? Блядь, может, хватит. Если надо что-то решить, Джонни становится просто голосом в голове. Даже если у него другое мнение, он не может меня заставить. Не поспоришь. Таких упертых носителей еще поискать. Ты не то, чтобы с ним сражаешься. Его влияние будет проявляться постепенно. Медленно, но верно. В смысле? Ты начнешь делать то, что раньше казалось неприемлемым. Для прежнего тебя. Ты же знаешь, кем он был. Это не просто рокер, это фанатик. Террорист. Самоубийца. Ну, ебануца. И кто же из нас втирает тебе хуйню? Поэтому я считаю, что тебе пора подумать об изоляции в клинике. Джонни, по крайней мере, не продался, как ты. Ты его защищаешь? Или это он сам сейчас говорит? Погоди, погоди. Может, он даже пытался уже взять контроль над твоим телом? Только на минуточку. Нет. Слушай, а правда, хорошая же идея. Слышь. Шучу. Ты смотри, этот пиджак тебя сейчас заболтает. Знаешь что, хватит с меня. Ты тянешь время, что ли? Не пойму никак, ты пытаешься убедить меня, что бесполезен? Тогда я просто стрельну тебе в башку и сэкономлю нам обоим время. Ну, наконец-то. Я попытаюсь тебе помочь. Если ты пойдешь со мной в Кантао. Пытаться недостаточно. Такое ощущение, что ты как будто хочешь купить себе проход на китайскую сторону. За мой счет. Ты знаешь, сколько стоят данные в твоей голове? Даже если я не смогу тебе помочь. Их надо спасти! Ебать мой лысый хуй. Он совсем, что ли? Сам же сказал, что ты прав. Забудь про Кантао. Других идей нет, что ли? Если ты хочешь обратиться к кому-то еще, могу отдать тебе данные по проекту. Полную документацию, чертежи, расчеты. Кантао предлагала за нее довольно много. Данные у тебя? Нет, блядь, у тебя. Нахуй нам сдался без них. Ви. Такэмура? Что он тут делает? У него к тебе тоже пара вопросов. Не огорчай его. Вдруг он тебе поможет. Почти закончили. Где данные? Лучше, чем ничего. Может, найдем кого-то, кто понимает этот технотреп? Что вы с ним сделаете? Пока еще не решил. Вы что, серьезно? Ну, я могу быть импульсивен. Он ваш. Я вас оставляю. Я надеюсь, мы договоримся. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. А, неужели Винни дал тебе даже стакан воды? Возмутительно. Бесчеловечно. Я не такой. Ты сразу почувствуешь разницу. Я дам тебе целые ведра. Нет, не стоит. Субтитры сделал DimaTorzok. Я не знаю. Я не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok. Когда до тебя дойдет, корпорации незаметно разрывают наш мир на части. Нельзя закрывать на это глаза. Неужели ты сейчас расскажешь, как планируешь уничтожать Арасак? Я сейчас расскажу, как я ненавижу мелких воришек, которые думают, что если переступили порог по смерти, то сразу стали мятежниками. Ты думаешь, что борешься с Арасакой, а на самом деле тебя уже раздавили, как червяка, и оставили догнивать на обочине. Мне пора. Удачи, всех благ. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуй. Мы не знакомы? Я Элизабел. Мы с мужем хотели бы предложить тебе разобраться в одном деликатном вопросе. Ты это сможешь. Что это за деликатный вопрос? Если ты не против, я бы хотела обсудить это лично. Мы можем встретиться? Да, давайте встретимся. Сейчас перешлю тебе адрес. Увидимся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА